Рыбацкий сезон длится весь год и на водоемы нашей области выходит множество любителей закинуть удочку. Часть из них делает это на моторных и грибных лодках, за состоянием которых следят далеко не все. Вероника Гамзюкова отправилась в рейд с инспектором по маломерным судам Гомельского участка. Свежий ветер, брызги воды, раннее утро. Для рыбаков хорошее время. Рыбачит на реках областного центра в теплую погоду с 4 до 9 утра. Потом пропадет клев. Этот промежуток возможность проверить, соблюдают ли правила гомельские любители рыбалки. Специалист Гомельского участка инспекции по маломерным судам отмечает, что с каждым годом нарушителей становится все меньше. Но бдительность инспекторы не теряют. Каждая лодка вместимостью свыше 225 килограммов должна пройти регистрацию и иметь сертификат технического освидетельствования. Водитель моторной лодки при наличии двигателя мощностью свыше 5 лошадиных сил обязан иметь судоводительское удостоверение. Алкоголь на воде недопустим. В отношении нарушителя тут же составят протокол, а лодку отбуксируют к берегу. В состоянии алкогольного опьянения и еще при том, если мотор на лодке, то здесь уже санкции от 20 до 50 базовых и лишение права управлять маломерным судном на 3 года. Особое внимание спасательным жилетам. Эта одежда должна иметься у каждого, кто находится на борту маломерного судна. Маленький нюанс. Если лодка стоит на якоре, жилет можно снять. Однако в любом случае он должен быть под рукой. Нахождение рыбаков на суднах без жилета – основная проблема для инспекторов. Аргумент у таких любителей рыбной ловли один – неудобно. Специалисты ГИМСа им напоминают, что игнорирование правил может закончиться печально. Должны быть соблюдены правила безопасности. Всегда должны быть жилеты. Какое количество на судне пассажиров – столько и жилетов. Второе правило – вовремя пройденный технический осмотр. Третье правило – не находиться в пьяном виде на судне. Есть рыбаки, которые неукостительно соблюдают правила. Вот, например, подъезжаем к одному из них. Мужчина в жилете даже на якоре. Если я в жилете, то есть я буду на плаву. А если тут легенький иногда, он сразу пошел ко дну. Даже если хороший пловец, ну просто тебя ударили сильно. Либо вот лодка случайно перевернулась, ну этим же веслом чуть-чуть по голове в висок попало. Ну, тоже. Так ты уже на плаву, и ты уже живой. А так сразу маленькое замешательство, и человек теряется, идет на дно. Ну, это человек такой уверенный в себе. Ну, кто его знает, что может быть? Мы все уверены, однако люди тонут. С документами рыбака все в порядке. Ему напоминают, что согласно постановлению министров, действие техосмотра продлевается на три месяца, если срок его окончания приходится на период с 30 апреля по 31 июля. По итогам сегодняшнего рейда нарушителей среди наших рыбаков не было выявлено. То есть они все сознательно с собой берут жилеты, документы, вовремя проходят техническое освидетельствование на своих маломерных суднах. Инспекция по маломерным судам напоминает, что находясь на воде, то есть на ходу на маломерном судне обязательно нужно быть в спасательных жилетах. И чтобы они были застегнуты. То есть не просто они там мотлялись или болтались на вас, а были застегнуты. То есть это в целях вашей безопасности. 28 тысяч в регионе, из них 11 тысяч в Гомеле. Именно столько судов зарегистрировано в госинспекции. Цифры немаленькие. По привезительным подсчетам на 50 гомельчан приходится одна лодка. Отдельные владельцы лодок подвергают опасности и себя, и окружающих. Они и игнорируют правила движения на воде. Помните, техника безопасности прописана кровью. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко. Специальная программа «Дефакто».